Ну все, по полочкам все. Вот, теперь все по полочкам. Улыбается, смотри, радуется. Да, да, да. Полочкам все. Берет в своей тарелке. Хорошо, теперь обращай еще раз внимание на огромную книгу, которая лежит перед тобой. Она еще там лежит? Да, лежит, лежит. Лежит. Спроси у хранителя, почему она здесь лежит. Записывать события, что-то записывают. То есть ведется повседневная запись твоей истории. Да, записывается все туда. И тебе это явили для того, чтобы ты это осознавала. Что каждый момент твоего бытия идет в фиксировании. Вселенная не теряет информации. Нет. Напоминает про мысль, что каждая мысль фиксируется. Конечно. Мысль, реакция, осознание. Да. Все проекции, все эти движения, энергетические взаимодействия, любые твои импульсы. Да, порывы, такое слово, это любовь, порыв. Да. Все туда. Да, это так. Итак, давай мы с тобой сделаем вот что. Давай мы попросим хранителя показать тебе то твое воплощение на войне, где тебя убили. И страх этой гибели до сих пор жив в тебе. Пусть он покажет тебе именно эту запись. Несет, смотри, видишь? А во мне уже вот эти чувства, уже как вот идут. Стоп, стоп, стоп. Эмоции мы оставили на земле. Мы с тобой в библиотеке Акаши. Мы работаем на ментальном уровне. Поэтому опускаем эмоции, отпускаем их и позволяем себе увидеть, перепрожив наилучшим образом. Что он приносит тебе? Опиши, что это. Я увидела похожую на кремал, какая-то такая вещь. Что это? Или я не рассмотрела? Или это такая книжечка по форме продолговато? Как будто и книга, и листы, что ли, засвеченные, не пойму, фотографии, что ли, засвеченные. Да, засвеченные фотографии, совершенно верно. Что-то пытаюсь рассмотреть, что на них. То есть книга, и пусть, а в пенале как раз вот эти вот... Всё, я поняла. Это как бы всё. Хорошо. Поблагодари его. И мы с тобой... Можешь прочесть книгу текстом. А можешь отправиться в тот момент, Самый ключевой момент того своего воплощения. На один, два, три. Мы перемещаемся, и ты себя обнаруживаешь там и тогда. Посмотри на себя, как ты выглядишь. Справа от тебя зеркало, гляди себе. Не пойму, что военная шинель какая-то, что ли, не на коленах. Верно, шинель. И туго затянутый. Я прям на талии на своей чушке. Да, да. Шапка, как, не знаю, у красноармейцев, что ли, не пойму. Со звездой, что ли. Что-то такое. Опять ещё, граждан, спроси себя. Ты знаешь, это время гражданской войны? Да. Гражданская война. До семнадцатого года. Да, да. Семнадцать. По-моему, февраль восемнадцатого. Переспроси. Могу ошибаться, я услышала февраль восемнадцатого. На календарь показали. Но ты можешь уточнить, не обязательно. Это твоя история, тебе она очевиднее. Нет, почему ты на календаре, на цифру семнадцать. На календаре цифра семнадцать, хорошо. Да. Возраст твой такой. Тридцать пять. Тридцать пять. У тебя есть муж, дети? Два ребёнка. Они живы в настоящее время? Когда ты нахожешься в шинели, твои дети живы? Ты знаешь, где они? Да, с бабушкой, что ли? Да, с бабушкой. Что привело тебя на фронт? Первое, прям, нужда. Нужда. Нужда пойти на войну для женщины. Я не вполне понимаю, что за нужда. Ты не была мобилизована, ты пошла добровольцем. Почему? Помогать. Ты веришь в революцию, рабочие крестьянство? Мир. За мир, что-то говорит. За мир. Мировая революция? За мир. За мир. Хорошо, речь идёт о гражданской войне, но в семнадцатом году её ещё не было вообще. Это революционное движение, интервенция была, да, интервенция была. Это ты против интервентов воевать идёшь за мир, это не гражданская ещё война, верно? Кто противники? Против кого ты воёшь? Против Антанты? На каком языке говорят противники? На русском? Немцы. 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 Географическая карта. Посмотри на географическую карту, где происходят эти боевые действия. Либо вспомни город ближайший. Сразу страна Польша? Польша. Хорошо. Да, это Польша. Польша. Потому что мне показали Белоруссию и на запад Белоруссию. Хорошо. Хорошо. И так ты защищаешь свою страну. И ты пошла добровольцем. А что ты такое умеешь, чтобы пойти в армию? Ты хорошо стреляешь? Ты хорошо лезешь верхом? Стреляю. Ты прям сразу показал, что мишень как будто и стреляет метко. А где-то случилось хорошо метко стрелять? Женщинам это не было свойственно. По банкам. Тебя стрелять по банкам. Хорошо. По банкам. В детстве. Рогатка. Либо как-то не знаю, что это. Воздушка. Понятно. Камешки. В детстве многие. Хорошо. А оружие, это же все-таки огнестрельное оружие. Твой муж был офицером, да или нет? Ну, как будто, как будто, сейчас. Да, да. Муж. Как будто в замешательстве муж, офицер. В замешательстве. Я понимаю. В замешательстве. В таком случае вопрос. Твой муж в настоящее время жив? Нет мужа, говорит. И никогда не. Когда так четко говорит нет. Хорошо. Нет. Эмоционально. Скажет вопрос. Двое детей. Ты не выходил замуж в своей жизни ни разу? Вытаскивай блок вот этой боли, снимай эти шторки с глаз немедленно. Это блокировка. Ты боишься увидеть. Ты потеряла мужа? В этом причина или нет? Говорит, бросил. Бросил. Вот. Бросил. Бросил. Слово бросил. Это больно вспоминать. Да, и как будто она начинает отвлекаться с моей нынешней жизнью. И вот эта блокировка бросил. Потом проанализируешь. В погружении анализы никакого не нужно. Иначе мозг тебе будет мешать. Сейчас ты описываешь только свои ощущения и события. Ты проживаешь еще раз. Что это было? Итак, он бросил с двумя детьми. Да. Хорошо. Итак, ты оказываешься на фронте. Ты в зоне боевых действий. Ты хорошо стреляешь, ты снайпер. Ты стрелок, ты снайпер. Ты стреляешь из засады. Да, из какого-то укрытия. Вот сейчас прям картинка. Я в каком-то укрытии где-то целюсь. Да. Но вот это ощущение постоянно, что в меня тоже попадут. Конечно. То есть я стреляю. Да. Я ищу кого-то, да, в кого стрелять. И в то же время я как и жертва, как тоже и в меня могут попасть. Чувствуешь себя. Чувствуешь, что ты тоже у кого-то находишься в прицеле. Да, да, тоже я под прицелом у кого-то вот этот вот инстинкт, страх. Что я тоже у кого-то на прицеле. Конечно. Что такое вот с опаской. Хорошо. У меня есть вот какое предложение. Когда впервые... Давай переместимся в тот момент, когда ты впервые ощутила этот животный страх смерти. Страх выхода из аватара. Ты в то время верила в Бога? Нет. Нет. Твоя жизнь. Единственное, что будет после смерти. Как ты тогда это понимаешь? Что произойдет, если тебя убьют? Все, конец. Конец чего? Этой жизни или всего на свете? Конец всего, дальше ничего нет. Дальше нет ничего. Это страх небытия. Верно? Да, дальше ничего не будет. Так, в смерти есть страх небытия. Что означает небытие? Это значит не быть нигде и никогда. Верно? Да. Верно. В настоящее время Настя знает, что это не так. Спроси у себя, у той. Спроси, какое имя она носила при жизни? Да какое имя она отзывалась? Фэ, Фэ, Фэ сначала идет Фаина, Феодосия, Феодосия. Попроси ее написать. А пишет Фекла как будто. Фекла, да, Фекла. 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 Хорошо. Я предлагаю тебе сейчас, Настенька, слиться сознанием с Феклой. В том моменте, который посчитаешь нужным. Ты можешь это сделать до ухода на фронт, а можешь преодолеть этот страх, находясь на фронте. но в том моменте, когда впервые ощутила этот страх выхода из аватара, страх небытия. Пусть она тебе, Фёкла, покажет этот момент, когда она впервые ощутила страх небытия. Что при этом происходило на физике? Она мне показывает момент, когда я убегаю, как будто пуля, что ли, мимо пролетела. И вот этот, и пошел страх, что вот она, в меня пуля попадет, и все, конец. И все, конец. Хорошо, слезя с собой сознанием в моменте, предваряющем пролет этой пули. В настоящее время Фёкла знает, что жизнь не конечна. Она способна быть везде и всегда. Она вечная и бесконечная энергия жизни. Она душа. А её воплощение – одно из множества воплощений. Смертен только её аватар, только тело. Осознаёт сейчас Фёкла это. Да. Как будто пробуждается так визуализация. Как будто мысль такая пошла, у неё она такая, оп, мысль поймала, и… Да, точно же ж. Да. Душу убить нельзя. А вот теперь, понаблюдая в замедленной съёмке, как пролетает эта пуля, она пугает тебя? Нет. Она уже просто так, хоп, пролетела. Ну, не то, что интересно, а взглядом проводила эту пулю. Сейчас просмотри все последующие ситуации, аналогичные этой. «Где тебя пугал страх смерти?» Сейчас ты поймала его за хвост. И он уже не страшен. Её стали называть «рисковая бедовая Фёкла». Я просто слышу мужские голоса, а не и так. Проживи, попроси её показать момент выхода из аватара, реальный, который был, и предотврати эту гибель. Посмотри, как это было на самом деле. Что произошло? Почему она вышла из аватары? Опиши. Сижу, лежу, прицелилась. Случайность, либо что это? Бой. Авианалёт. Что это было? Сейчас. Перемещаешься на один, два, три и наблюдаешь. Все-таки эта картинка, да. Показка будто вот прицеливается, и с чёткой, вот в этот раз с чёткой уверенностью, что она ведёт бой. А, и не, ну, неожиданно пуля в неё попадает. Так. И выход из воплощения. Пронаблюдай, пожалуйста. Перепроживи выход из аватара. Куда перемещается душа? Как это происходит? В какое пространство попадает? Сразу ли попадает? Что видит на эфирном плане? Опиши весь этот процесс. Ну, вот сейчас сначала показывают, когда душа выходит, мешкается, как будто не может быть. Не верится сначала. Не верится, да. Не верится сначала. Как сверху смотрит на тело. Не верится. И дальше. В замешательстве. И что теперь? Вопрос, да? Да, что теперь, как будто ищет помощи. Ну, как, как, а что теперь? Подскажите. Ну, и тут, соответственно... Вот, иди к нам встречают, как будто ее... Кто встречает? Кто встречает? А, вот, просканируй. Кто встречает? Как увидела фекла их? И прояви их в истинном облике. Ну, фекла их увидела, как будто это ангела. Ангелы. А ты сейчас смотришь и прикажи им представить в истинном облике. К соответствии с эфиром ДНК. Как будто рептилоид, что ли? Конечно. Рептилоид. Конечно. Конечно. Энергия смерти. Как же нет? Да. Итак, дальше наблюдаешь. Ее отправляют в какое-то пространство, провожают. Замкнутое пространство. Что это? Как будто сразу ей подсунула какую-то бумажечку. Сразу, конечно. Сразу, как будто бумажечку... Что она подписывает? Давай прочтем, что в этой бумажечке и стоит ли это подписывать. Основной смысл бумажечки. Страх вечный. Страх вечный. Да. Вечное небытие, страх вечный. Подписала? Ну, она в том моменте как будто не посмотрела, подписала. Понял. И дальше ее... Иди туда, куда-то там покрасить. Да, да, да. Поняла. Ручки опускаем вниз. А то сейчас порушишь всю технику. Итак, возвращаемся в момент, предваряющий выход из воплощения. На один, два, три. Сливаешься с ней сознанием. Пекла знает, откуда способна прилететь пуля. Она, то есть она до этого настреляла, как-то вот вышла из укрытия. А тут она, хоп, и назад отклоняется. Да. Группировалась, отклонилась и... Да. Да, и тут... Все, мимо, промазали. Перепрожила, не допустила выхода из аватара. Из этого момента можешь пересмотреть все последующие события, перепрожить жизнь, благополучно возвратившись с этой войны, встретив своих детей, воспитав их, вырастив внуков. И спланирую себе самый удачный вариант выхода из аватара в глубочайшей старости, по своей воле во сне. Даже мне помогает, в радости. В радости, в радости. В радости с чувством исполненного. Исполненного, да. Исполненности задуманного. Исполненно все, что задумано, все верно. Да, по поводу выхода, вот как после этого случая, как будто бы она все осознала, и зачем воюем-то, и вернулась. Да, когда вернулась. Зачем воевать-то, как будто вот у нее после этого, после информации у нее начала раскрываться. Да, да. Мир... Как ты говоришь? Мир и есть мир в душе. Да. Истина. Войны нет. Зачем воевать? У меня же дети. Войной войну не одолеть. Да. Мир в душе. Да. И так перепрожила, и возвращаемся в момент, когда рептилоид подсовывает контракт. А мне что-то как будто заговаривает ее, не дает... Гипнотизирует, заговаривает, не дает сориентироваться, да. Да, и как-то вот отвлекает внимание, прочитать не дает. Да, и со знанием, и теперь Фекле предлагаем написать на этом контракте то, что она посчитает нужным. Есть ли у нее намерение подписывать? Нет. Нет. Тогда она может написать в расторгу. Уточни, просканируй, существует ли подконтракт, существуют ли последующие документы, либо копии и дубликаты. Копии прилетают. Копии прилетают. Хорошо. Подконтракт существует? Контракт есть. Немедленно перепрыгиваем. Есть подконтракт? Нет. Нету подконтракта. Хорошо. Итак, контракт расторгнут. Да, действительно нет. Контракт расторгнут, уничтожены. Все копии приложения и дубликаты уничтожены. Во настоящее время, поскольку отказалась от подписания этого контракта, требуем изъять все имплантирование, которое было установлено в соответствии с этим контрактом. Перекрыта первая чакра, вторая чакра, третья чакра и блокировка на пятой чакре. Опиши под запись, как они выглядят. Я тебе показала просто места. Достаем из энергосферы своей, достаем из этих областей. Описываем, как выглядит, сканируем. Из чего состоит? Какой материал? Включай шанер, спектрометр или как там он называется. Анализатор. Описываем под запись. Так, ну вот как будто из скобчика я достаю. Вот камень. Я подсвечиваю, как будто камень. Плотный. С острыми гранями. Беспокоить, напоминать. Должен. Цеплять страх. Как будто цеплять страх. Улавливать страх, если видишь его в ком-то, чувствуешь его в пространстве. И натягивать себя. Любая передача, где-то что-то транслирует. Кто-то испытывает страх. И примерять, вот примерять, как будто. Примерять на себя, да. Это мне не нужно больше. Да, все это имплантирование, всю эту ерунду можешь отдавать прям там на месте рептилоиды. Он тогда у меня с глазами с такими выпученными. Ничего-ничего. Держи, держи. Пусть на себя примерит, может ему больше к лицу. Дальше, да. Я вижу лакомную кнопочку. Коробочка такая с отверстием внутри. И непонятно, что же в этой коробочке содержится. Какой-то страх неизвестного. Идет как страх завтрашнего дня. Страх неизвестного, неизведанного. Да. Есть такой? Есть. Есть. Доставай все это. Тяжелое, кстати. Прямо с заклепками такая интересная. Вот у тебя какие-то заклепки со стороны сзади, чуть повыше. Клемы какие-то, не знаю. Выставай, выдергивай все это. Аккуратненько вынимай себя вместе с проводочками. Попытка управлять. И воздействовать. И управлять. И даже идет сканировать интенсивность, как ты реагируешь. Можешь себе представить? Повернуть рукоятку или не повернуть рукоятку. Посильнее тебе под током сделать? Или послабее? Еще какая-то на плечах, как будто накидка. Так. Тяжелая. Тяжелая. Я же говорю, да, не 5-й чекре. Что-то на плечах прям вот снимаю. И так ввух меня к земле так. Чухун. Как будто шинель укорочена, но только на плечи. И она как будто... И еще и поконы сержантские. Да, да, да. И она как будто даже не тканевая, а как будто деревянная что ли. Ну, очень тяжелая. Очень тяжелая. По тяжести как чугун. Выглядит как дерево. Либо выглядит как кусок шинели. Вот это рыжие какой-то шинели. Вот такой. И почему-то погоны, и на них нашиты красные полоски. Тесьма такая. Раз одна штучка на каждом. Я вот так это и вижу. Так что это за страх? Считай, что это за программа. Какой это страх? Ответственности за что? За жизнь. Ответственности за... За других. Это ответственность за других, моя дорогая. За других. Да. Вот я предлагаю задать себе вопрос. В какой степени ты ответственна за другие божественные души? Почему ты лишаешь их права быть ответственными за свои жизни самим? Это гордыня? Гордыня, да. Хорошо. Доставай программу гордыни. Рассмотри её хорошенько. На что она похожа? Как будто такой мешочек, а внутри какая-то пыль. Совершенно верно. Это и есть суета-сует. Как будто ты пропылесосила в мешке вот эта пыль. Да. И вот она завязана так вроде в мешочек. Как будто пальчик красивый такой, привлекательный. С ленточкой подарочной. Или там как будто вот. А внутри вот эта пыль. Да. Да. Можешь предложить рептилоиду съесть где-то. Он не хочет, а я ему в рот всё равно засунула. Всё равно. Он вот... Ну а что делать? Что с ними делать? Так. Гордыня убрала, да. И сразу так ввух. Напомню себя любовью безусловной к себе самой, а сквозь себя ко всем душам, здесь воплощённым, проходящим свои уроки. Каждый проходит свои уроки. Наше ли дело нести ответственность за то, как они проходят свои уроки? Нет. Если обращаются за помощью, мы с дорогой душой помогаем. Но не лезем в ту школу, которую они организовали сами для себя. А вот как раз вот это вот выражение про бисер. Не мети... Как он там? Не мети... Бисер перед... Бисер перед свиньями? Да. А в какой связи это возникло? Вспомнилось? Ну вот в том, что я когда-то думала об этом, что я помогаю. Вот маме в частности. Маму пытаюсь, пытаюсь ей всё помочь, помочь, помочь. Всё я рассказываю. А ей всё равно. А вот после этого состояния, посмотри на эту ситуацию, что происходило. Ты себя приносила в жертву тем несовершенствам, с которыми твоя мама собиралась поработать. Она себе запланировала быть несовершенной, пройти эти уроки. А ты каждый раз, жертвуя собой, мешала ей их пройти. И осознать. Понимаешь, когда человек намерен катиться под гору, всё, что мы можем, это дать ему информацию. Эй, дорогой, обрати внимание, ты под гору катишься. А бросать всё и становиться у него на пути – это карма. Наша задача – сказать правду. Информационный обмен. Мы не можем прожить за других их жизнью. У нас нет такой задачи. Ещё раз просканирую всю свою энергосферу. Есть ли ещё какие-то импланты, соответствующие этому контракту? Можешь просто от тимуса, от своего сердечного пространства вспыхнуть, и пусть из себя вывалится всё остальное. Ну да, вот это вот гордыню убрали, и шинелька как будто сама сползла, спала. И сейчас вот просветилась, и как будто, ну как вот эти гайки, шурупы, выпало, выпало вот это всё. И всё это в виде кармической ответственности. Ещё просканирую. Информационно передаёшь этой рептилии все воздействия и все последствия этих воздействий. Вплоть до момента здесь и сейчас. То есть все последующие воплощения и все моменты, где эти блокировки мешали тебе естественным образом взаимодействовать с окружающим пространством и людьми. Где они были помехой. Возвратила информационно. Да, такой чемоданчик как будто совсем. Смотри, пожалуйста, вот из этого момента тебе видно, какие выцветшие фотографии имелись в виду, когда мы смотрели в библиотеке Акаши? В этом моменте они видны, эти выцветшие фотографии? Что это? Я так вижу, что это ячейки памяти твоими, ментальные поля. Собирай это всё, вычищай ментальные поля от этой негативной памяти гибели. Собрала. Хорошо. Все. Так, теперь всё. Теперь с этим рептилоидом что будешь делать? Спроси его, хочет ли он в свет. Они всё стремятся к всемогуществу, так у них есть выход. Он говорит, а мне здесь хорошо. Ну, раз тебе хорошо, можешь съесть всё то, что мы тебе понадобили. Чем ты питаешься энергией? Ну, как-то так. Ликвидируешь привязку, если такая существует, под ключ. И можешь открыть нижний портал, и этого яркого представителя своего вида отправить туда. Если хочешь, конечно. И закрыла портал. И перемещаемся в библиотеку Акаши, в твой кабинет. Вот мы на месте. Просканирую сейчас свою энергосферу. Всё ли было изъято? Какие-то браслеты, что ли, на руках, не пойму. А посмотри. Если с этой ситуацией связаны, да, вообще-то есть. Потому что они в контракте тебя ещё обвинили в том, что ты стреляла и убивала. Ты несла смерть, ты несла страх. Поэтому и браслеты. Снимай эти браслеты, ты перепрожила эту ситуацию, просто аннигилируй их на месте здесь. Всё. Теперь спроси, обратись к хранителю и спроси. Всё ли сделано? Всё ли перепрожито? Всё ли исправлено? Пусть он тебе ответит. Всё. Как будто бы перепрожить вообще вот это, не допустив походу на войну. Да. Он предлагает тебе самый лучший вариант. Мы с тобой отработали твои страхи. Страхи, да. Но ещё один раз пойти и вообще отказаться от насилия – это правильное предложение. Мы могли это сделать с самого начала, но мне шла информация, что тебе нужно пройти через отработку страха. Понимаешь, о чём речь? Да, да, понять первую причину. Да. Поэтому нужно в два этапа. Возвращаемся. Ещё раз сливаешься со своим сознанием, свёклы в тот момент, когда она раздумывала и принимала решение идти на фронт. И даёшь ей информацию. Ну, сливаешься со сознанием – это и есть даёшь информацию. Ну, она как будто читает какую-то листовку. Да. Был интерес, а сейчас куда мне идти, зачем мне идти, никуда не надо идти, никому ничего доказывать. Потому что вся эта листовка, всё это тиражирование, возбуждение, агрессия. Да. Теперь фёкла знает цену этой листовки. И к чему она способна привести. Она прямо на ладони на своей смотрит. Кровь на этих руках. Будет ли кровь на этих руках, да? Зачем? Не пойду. Да. Да. И внимание на детей, как вы переводите. Совершенно верно. Есть дела поважнее. Вот. Вот. И из этого уже момента перепроживает свою жизнь без каких бы то ни было военных действий. Без шинелей, без всего. Да. Да, сделано. Сделано. И возвращаемся в библиотеку. Да, мы на месте. Спроси у хранителя. Теперь ты всё исправила, что следовало бы исправить, по его мнению. Да, всё. Теперь всё. Да. Поблагодари его. Он как будто говорит, что вот в военных действиях такой хоп, ещё один кирпичик выпал. То есть я осознала то, что ушла из войны и перепрожила. Как будто ещё один кирпичик в этом здании войны. Войны ослабевает, когда мы изымаем своё участие. Да. И он как будто вот ещё так хоп накренился такой. Кирпичик ещё один выпал. Да. Так и есть. Итак, мы благодарим хранителя. Он говорит, что он внесёт все изменения в записи. И в твоём кабинете, и в цивилизации земной. В общем, в зале библиотеки тоже. Благодарю. Да, ну что мы покидаем библиотеку. Просит проводить нас к выходу. Спускаемся. Да. Да, может, в файл. Спроси у хранителей, можно ли тебе приходить сюда, когда ты почувствуешь в этом необходимость, либо желание, без сопровождающих. Можно ли? Что отвечает? Конечно, можно. Она для того и создана. Да. Она для того и есть. Так и есть. Ещё раз благодарим, кланяемся ему. И покидаем. Делаем шаг назад, разворачиваемся, выходим в двери на полянку. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...